МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный спонсор программы Аптека Мега. Мега Аптека – это сеть фармамаркетов с быстрым и качественным обслуживанием. Широкий выбор лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, лечебные косметики, товары для мам и малышей, забота и индивидуальный подход к каждому клиенту. Это качественные, проверенные и безопасные лекарственные средства, прошедшие все необходимые сертификации. Мега Аптека. Гарантия качества. События, люди и явления, которые определяют наше время. Я Александр Ефанов. Здравствуйте. Бюджет принят. Депутаты Оренбургского городского совета на последней в этом году сессии определились, каким будет главный финансовый документ, как проходило обсуждение и на что народные избранники сделали особый акцент. Расскажем через пару минут, ну а сначала обзор наиболее заметных событий. После пожара в трех торговых комплексах в Оренбурге провели рейд по всем крупным магазинам. Всего осмотрели 44 объекта. В итоге было выявлено более 800 нарушений. Виновных ожидает административное наказание. Как отметил прокурор города Андрей Жугин, если нарушения не будут устранены, деятельность торговых комплексов приостановит. В Оренбурге готовится к открытию спуск к Уралу. Грандиозное событие произойдет уже в это воскресенье. Об этом сегодня рассказали в мэрии. Полностью завершили этап 2017 года. Объект культурного наследия полностью восстановлен. Единственное, что на сегодняшний день не сделано, это финальная покраска, финальная шпаклевка. Но температуры минусовые уже установились. И делать это сейчас нецелесообразно. Тем не менее, решение принято. Объект будет функционировать всю зиму. Он готов. Контракт полностью исполнен. Вообще, открытие спуска и набережной – это лишь часть большой программы Оренбургского этапа Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять». Инициатором праздника выступил Минстрой России. А участниками стали все регионы, где в этом году происходила реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В программе фестиваль национальных блюд, причем какими изысками побалуют горожан, пока держится в секрете. А также большая ярмарка. Стартует мероприятие на верхней набережной у памятника Валерия Павловича Чкалова. Там будет установлена сцена и будут развернуты, так скажем, палатки, павильоны, ярмарочные. Сейчас уже проработан вопрос об участии 80 представителей наших оренбургских товаропроизводителей с абсолютно всем спектром товаров, которые привыкли на ярмарках приобретать наши горожане. Время учиться экономить. На крайнем в этом году заседании городского совета депутаты, наконец, приняли главный финансовый документ Оренбурга. И несмотря на то, что впервые за много лет бюджет областного центра бездефицитный, его называют непростым и напряженным. Но радует одно – то, что он по-прежнему остается социально ориентированным и сбалансированным. Так, на чем будем экономить, а во что напротив вкладывать – репортаж нашей Екатерины Гиселевой. Бюджет впервые за долгое время принимается без дефицита. Он составляет почти 10 миллиардов рублей. Крайнее в этом году заседание горсовета. На повестке дня больше двух десятков вопросов. Но главный, конечно же, бюджет. В СМИ его начали было называть бюджетом «выживание». Здесь поправили. Главный финансовый документ областного центра – скорее бюджет разумной экономии. То есть тратить будем ровно столько, сколько зарабатываем. И наша главная задача – мобилизация доходов и экономия бюджетных средств. Основную долю собственных доходов составляют налоговые доходы. В проекте бюджета четко определены реалитетные расходы. В первую очередь – это исполнение майских указов президента. В цели выполнения дорожной карты и обеспечения достижения целевых показателей повышения оплаты труда дополнительно предусмотрено 163 миллиона. На обеспечение род работников бюджетной сферы напомню, что было 8 970 рублей, станет 10 912. Иными словами, больше 70% расходной части бюджета потратят на социальную сферу. Я могу, наверное, самое элементарное сравнение сделать с семейным бюджетом. То есть каждый у себя дома свой семейный бюджет распределяет так, чтобы тех денег, которые они зарабатывают, хватало на то, что они тратят. В первую очередь все те указы майские, которые изданы президентом, они будут выполняться в первую очередь. А это значит, что зарплата муниципальных работников будет соответствовать тому размеру, который установлен у нас по России. Получать больше станут и те работники социальной сферы, которых майские указы президента не коснулись. Именно из-за роста зарплат так выросли расходы на культуру, образование, физкультуру, но не только. Нашлось в расходной части бюджета место и для средств на создание нового центра гимнастики. Строительство фоков в селах Краснохолм и Самородова. На новую школу в 20-м микрорайоне Оренбурга и продолжение ремонта и стакад автодорожной развязки по улице Донгусской и Лексского шоссе. Еще в перечень приоритетов вошли в отделение средств на ремонт Центральной городской библиотеки имени Некрасова, увеличение расходов на мероприятия по благоустройству территории округов, это содержание садов, парков и скверов, и по благоустройству сельских населенных пунктов. Отдельным решением совета продлено действие добровольных обязательств муниципалитета по выплатам молодым медицинским работникам, которые после учебы остаются работать в городских больницах. Напомним, выплаты появились в 2016 году благодаря решению совета, и на сегодняшний день ими воспользовались 45 молодых специалистов. В общем, после детального анализа, прогнозов, дебатов, главный документ областного центра наконец приняли. Решение Оренбургского городского совета принято. Еще один вопрос, к которому снова вернулись депутаты. Нестационарные объекты, незаконно размещенные на улицах Оренбурга. Их немало, несколько десятков. Речь сейчас идет о том, чтобы разобраться, что с ними делать. Наша цель – оставить законных предпринимателей, которые ведут свою деятельность в правовом поле, и демонтировать объекты, те, которые незаконны. А еще на гурсовете сегодня вспоминали тех, кто прославил Оренбуржье. Вспоминали, чтобы увековечить. Например, одну из улиц областного центра назовут именем Героя Советского Союза – Николая Рощина. Улица Рощина в честь Героя Советского Союза Николая Андреевича Рощина в застраиваемом микрорайоне, так скажем, ориентир за метро, так называемые времена года. Кроме того, в Оренбурге появятся мемориальные доски выдающемуся российскому ученому-лингвисту, писателю Владимиру Далю, Михаилу Карамзину, отцу историка Николая Карамзина и известному оренбургскому педагогу, краеведу, общественному деятелю и почетному гражданину города Виктору Дорофееву. Елена Кузнецова, Екатерина Киселева, Максим Максимлюк. Наше время. Но, безусловно, заметным событием сегодняшнего заседания стало решение увековечить имя Николая Рощина. В честь Героя Советского Союза в Оренбурге назовут улицу. О подвиге нашего земляка готовы рассказать мои коллеги. Чтобы помнили героя улицы имени Николая Рощина, лишь малая часть того, что мы можем сделать, чтобы сохранить память о подвиге настоящего человека. Николай Андреевич Рощин родился в селе Ольховка в июне 1922 года. И рос простым, веселым деревенским парнем. Помогал родителям, учился в школе, работал обувщиком. В октябре 41-го мирная жизнь Николая Рощина закончилась. Он был призван на службу в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии. С февраля 1943 года служил на фронтах Великой Отечественной войны. Был дважды ранен в боях, но службу не оставил. Сражался на северо-западном и втором украинском фронтах. Участвовал в боях под Старой Руссой, на Курской дуге. Освобождал Украину, Молдавию, Чехословакию, Венгрию. К ноябрю 1944-го гвардии сержант Николай Рощин уже командовал саперным взводом 3-го гвардейского воздушно-десантного полка. 5 ноября 1944 года сержант Рощин при форсировании реки Тиса в районе венгерского Тесоселеша на лодке и двух плотах с бойцами его подразделения под ураганным вражеским огнем совершил 10 рейсов, переправляя пехоту и легкую артиллерию. Отважный и решительно взвод гвардии сержанта Рощина действовал и при форсировании реки Малая Тиса, способствуя расширению захваченного плацдарма. 24 марта 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное мужество и героизм гвардии сержанту Николаю Андреевичу Рощину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После демобилизации Николай Андреевич жил в Оренбурге, работал на авиационном заводе вплоть до 1990 года. Заслуженный ветеран принимал активное участие в общественной жизни города, работал в Совете ветеранов Оренбурга, награжден Орденом Ленина, Орденом Отечественной войны первой степени, медалью за отвагу. Почетный гражданин города Оренбурга Николай Андреевич Рощин скончался 28 октября 2016 года. А вообще уходящий год депутаты Горсовета назвали вполне продуктивным. Вот какие события и совершения из тех, которым приходилось прикладывать руку, запомнились народным избранникам больше всего. Во-первых, благоустройство. В первую очередь мы для себя ставили эту задачу и по ней работаем. Не могу сказать, что мы добились тех целей, которые для себя ставили, но мы уверены на верном пути и за этот срок, который нам еще остался отработать, мы те задачи, которые перед собой ставили, я уверен, мы доведем до конца. Мы смогли отстоять и все-таки в этом году не произошло повышение цены в муниципальном транспорте. Это то, что очень важно оренбуржцам и важно избирателям. Ни одной какой-то либо социальной напряженности мы не допустили. Зарплата все вовремя. В соответствии с майскими указами президента она растет, обеспечивается. Бюджетная сфера у нас развивается, открываются новые школы. Я думаю, это действительно очень хорошо. Самое главное – это правила благоустройства города. Это такой основной документ, который долго прорабатывался и он принят. Самое главное достижение – это принятие без дефицитного бюджета. Ну а далее в выпуске. Информация об отключениях. Завтра на улицах Оренбурга и Оренбургского района не будет электроэнергии. Их названия и номера домов указаны на ваших экранах. Ну а теперь новости от наших партнеров. Не переключайтесь. Долг обществу «Газпром Межрегион Газ Оренбург» предприятиями жилищно-коммунального хозяйства области за этот год превысил уже 626 миллионов рублей. Хотя их всего лишь 7% объема газа они потребляют, при этом долю в проблемных долгах примерно 50% от общей проблемной задолженности. Основными должниками за последние годы были и остаются промышленные предприятия. При этом стоит еще отметить, что проблемным должником запотребленный газ остается и Минобороны России. В первую очередь, к сожалению, здесь у нас федеральный бюджет, это Министерство обороны, которое из всей задолженности бюджета на 1 декабря 218 миллионов рублей. И, кстати, она почти в два раза с начала года выросла. Львиная доля – это как раз задолженность потребителей Минобороны. В последние пять лет практически все жители нашей области исправно платят за потребленный газ. В свою очередь, Межрегионгаз Оренбург создал комплекс электронных сервисов, которые помогают жителям области оперативно вести расчеты с обществом, получить множество других услуг, не обращаясь в офис компании. Уровень услуг и развития сервисов практически приблизился к газификации к 100%. То есть осталось электронное приложение только довести до более такого удобного состояния и максимального охвата всех функций с нами. А все остальное, что существует в мире, у нас уже, в принципе, есть. А на сегодня все. Если вы пропустили эфир, смотрите наши выпуски на сайте 56nv.ru. И также напомню, наш телефон 370083. Мы ждем от вас интересные темы, сделаем наше время вместе. Всего доброго и до встречи. Мегааптека – это сеть фармамаркетов с быстрым и качественным обслуживанием. Широкий выбор лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, лечебной косметики, товары для мам и малышей, забота и индивидуальный подход к каждому клиенту. Это качественные, проверенные и безопасные лекарственные средства, прошедшие все необходимые сертификации. Мегааптека. Гарантия качества.